Йоу, what's up, homies? Здорово, пожалуй, на новое видео. Знаю, перестройки не было в последние пару дней. У меня экзамены, но ждите сегодня вечером, будет еще чуть позже, выпуск перестройки с Oklahoma City Thunder. У нас там, мы использовали все пики. Короче, выпуск вечером будет топчик. Ну, а пока я хотел бы вернуться с небольшими видосами, где мы будем обсуждать реальную NBA, потому что я думаю, что я могу вам кое-что рассказать. Сегодня я открыл NBA Trade Machine. Вместо того, что мы пользовались 2K, я думаю, возьмем мы Trade Machine, которые можно сами для себя открыть на сайте ESPN. Тут нету... Единственное, чего я тут не вижу, это драфт пиков. Я не знаю, есть ли еще какие-то другие Trade Machine. Сегодня я хотел бы поговорить с вами по поводу Дэмина Лилларда, потому что я думаю, что Дэмина Лиллард до февраля месяца будет обменен. Они уволили О'Шей за... Он нарушил некие правила поведения на рабочем месте, скажем так. Поменялся владелец за последние пару лет. Вот Сиджи Маккалом. Надеемся на быстрое восстановление. У него проблемы с легкими. Дэмина Лиллард не играет сам из-за травмы. И в принципе Дэмина Лиллард просит еще продление контракта на 2 года. У него еще есть 4 года. 39 миллионов в год. 4 года. И он просит еще продление на 2 года, где он за 2 года будет получать по 50 миллионов долларов в год. Если бы я был генеральным менеджером Портленда, я бы искал варианты, как не платить этому типу следующие 6 лет, потому что через 6 лет ему будет как бы 37. И он не Крис Пол, где он может в 37 людей вести без какого-либо атлетисизма. Атлетизма. Да. Самая большая цена сейчас на Дэмина Лилларде. Дальше это все пойдет по наклонной, особенно если он будет планировать делать операцию на его травме. Поэтому будем смотреть. По пикам у Портленда 2023 года первый раунд. Это их пик. 5 команд, которые реально могут поменять себе Дэмина Лилларда. По моему мнению. 5 место в моем хит-параде, если можно сказать. Это Нью-Йорк Никс. Что может предложить Нью-Йорк Никс за Дэйма? Итак. Окей, я без понятия, как эта трейд-машина работает. Поэтому окей, будем смотреть. Скорее всего, тут будет участвовать третья команда, чтобы добавить зарплаты. Но я думаю, от Никс еще уйдут пики. Мне ESPN трейд-машин нравится много поярче. Кэмин Лиллард. Идет у нас Нью-Йорк Никс. Вместо него будет, наверное, Эрджи Берретт. Будет, наверное, Кевин Нокс. Будет, наверное, Оби Топпин. Это 19 лямов мы уже выкинули. Олег Бергс. Чисто ради зарплаты. Потому что на три года, я думаю, вряд ли захочет. Я думаю, Emmanuel Quick или Портлин захочет. Пики, которые все смогут. Все пики, которые есть. И это даже не набирает 23 миллиона. Потому что по кэпу, если мы трейд из трейд, этот трейд провалится. Надо будет подумать, как это все будет делать. Но Нью-Йорк Никс половину состава будут давать. Возможно, даже... Блин, опять же, Кем будет тяжело будет. Они подписали игроков на долгосрочные контракты. Нью-Йорк. В этом и будет проблема в том, что не захочет Портлин большинство этих игроков. Из-за того, что контракты уже долгосрочные. Четыре года ждать, пока закончится контракт Форнир. Но не вариант. Дерри Крохс тоже самое. Кемба Уокер тоже самое. Пики у Нью-Йорка есть. Но они не такие уж и офигенные. Чтобы Портлин прям потек. И забрал себе эту систему. Но Никс одна из тех команд, которые как ходят по всем репортам, по всем слухам, по всем... Все журналисты говорят, что Дэми Лилард, если его и будет менять, то Нью-Йорк Никс это первое его место, куда он хочет пойти. Поэтому будем стареть. Я бы был рад увидеть его в Нью-Йорке. Потому что в Мэдисон Скворкарден тогда вообще был бы разрыв. И у нас был не только бы бинг-бонг. Не Норм Стайн. Вторая команда. Это Бостон Селтикс. Бостон Селтикс я бы был рад увидеть в Бостоне Дэми Лиларда. Если собрать Джейлен Браун, пики. Потому что пики есть у этих типов. И я думаю, возможно... Опять же, у них... Они не могут поменять Шрёдера до конца декабря. По-моему, даже через два дня они могут его менять. Маркус Смарт тоже нельзя пока менять. Но Маркуса Смарта сюда закинуть 14 миллионов, и тогда получится 40. По сути, мы собрали уже весь пакет. Я думаю, Дениску можно кинуть. И, например, Портлин бы достали кого-нибудь. Я не знаю. Дабы уравновесить более-менее зарплату. Даже Назир Литл подошел бы сюда, мне кажется. Если Бостон... У Бостона будет такой тип, как Дэми Лилард вместе с Джейсоном Тейтемом. Это будет очень даже неплохо. Я думаю, Бостон бы намного улучшился. Маркус Смарт, конечно, уже не тот немного. В плане того, что он может привнести в команду Дэни Шрёдер. Но это Дэни Шрёдер. Я бы взял Дэми Лиларда all day. И там у них есть Роберт Уильямс, третий, который играет, в принципе, хорошо. Эл Хорфорд. Да, зарплата большая, но скоро от него избавятся, по сути. Как мне кажется. И там дальше надо будет набирать уже состав под этих двух типов. Мне кажется, что Джейсон Тейтем и Дэми Лилард намного лучше было работало, чем Джейлен Браун и Джейсон Тейтем. Поэтому будем смотреть. Как по мне, этот трейд был бы неплохой. В плане того, что Бостон себе попробовал забрать бы Дэми Лилард. Потому что Бостон всегда был. Энтони Дэвиса, мы меняем. Того типа мы меняем. И никогда это не делали. И, в принципе, по драфт-пикам они уже просрались в большом количестве. Они просрались. Потому что из этих драфт-пиков ничего нормального они не достали. Что будет, что, в принципе, проблема будет с Оклахомой Сити и Тандер. Но это уже вечером, смотрите, в выпуске Перестройки. Плаг. Это, наверное, будет самый лучший вариант для Портленда. Если захотят Бостон Селтик с обменять Джейлана Брауна. Туда и к ним. Я думаю, это будет... Я считаю, что Портленд будет на это надеяться. Команда номер три. Это, естественно, куда же без них. Филадельфия 76ers. Филадельфия 76ers. Это Бен Симмонс. Я думаю, они попросят Тайрис Макси. Тайрис Макси, Бен Симмонс, Пики, которые есть. Потому что мы знаем, что Дэрил Мори любит обменивать на звезд. Но, кстати, если бы я был единоменеджером Портленда, я бы и Тайбола попросил. Я попросил Тайбола туда вместе. И, в принципе, и пики, которые имеются. Опять же, этот трейд-машин не дает нам увидеть возможность пиков. Но если мы трейд и стрейд, то должно все пройти, в принципе, да. Опять же, это зависит от того, хотят ли они Бена Симмонса. Тайрис Макси играет сейчас просто нереально. Матис Тайбл нехеровый защитник, что он, в принципе, подойдет под систему. И все эти игроки, в принципе, подойдут под систему Чонси Биллопса, которые пытаются жесткую защиту прям херануть в Портленде. Поэтому будем смотреть. Они дальше будут... Портленд, конечно, дальше попробовать Сиджи Макалуна обменять. Ой, ну не сюда. Но Джоэл Эмбит и Дэмиллер вместе, это будет нихерово дуо. Я бы на это посмотрел. Плюс Сеткарри будет поливать, плюс Тобайес, я думаю, останется. Хотя, в принципе, можно и Тобайесу сюда вместо Бена Симмонса, а Бена Симмонса потом еще куда-то искать. Но это будет зависеть от того, что хотят Портленд. Я, в принципе, был бы сласен. Тайрис, Матис и Бен Симмонс и до хера пиков. Я думаю, это был бы неплохой стат для некого ребилда и перестройки Портленда. Команда номер 4, которой, я думаю, стоит на это все посмотреть, это Новый Орлеан. Я думаю, вряд ли туда пойдет наш бой. Конечно, можно сказать, Дэмиллер на Кайре Ирвинга, но я думаю, Портленд таким заниматься ничего не будет. Дэмиллер, если мы обменяем, допустим, Брэндон Ингрэм и, в принципе, Волончу у нас, наверное, сюда пойдет. Все пики, которые насобирал генменеджер Нового Орлеана, хотя он, в принципе, он был... Он хорошо работал в Кливленде, но сейчас что-то в моем Орлеане он чудит. Но Дэмиллер и Зайан Вильямсон вместе, мне было бы интересно это посмотреть. Новый Орлеан, я не думаю, что Дэм захочет просто дойти, в этом-то проблема. Но Новый Орлеан, в принципе, по идее, может один из самых таких сочных пакетов игроков и пиков дать Портленду. Поэтому, если бы я был Портленд, я бы смотрел в сторону Орлеана, но если бы я был Дэмиллер, я бы сказал, даже не пробуйте, потому что я туда никогда в жизни не пойду. И, в принципе, Портленд, я думаю, очень сильно уважает Дэма, чтобы просто его обменять туда, куда он не хочет. Да и, в принципе, народ Портленда потом будет жаловаться на свою команду, типа, у нас был такой хороший урок, а вы так неуважительно, в принципе, к нему относились. Ну и последняя команда, это команда, в которую я хочу, чтобы перешел Дэмиллер. У них сейчас все не лучшим образом происходит. Но, зная владельца Марка Кьюбана, этот тип любит делать дохера трейдов. Но если мы... Уууу, what the fuck, dude? Дэмиан Лилард на Кристопса Перзингиса. Пики, собрать пики, которые все возможно есть. Надо сбалансировать где-то на эти 10 лишних лямов. Я думаю, Дуайта Павла я бы оставил. Я думаю, Колистан, Финни Смит, возможно. Мозис Браун и Пики. И тогда увидеть Дэйма и Луку Дончича. И на месте Дэмиана Лиллуда я бы просил трейд в Даллас. Мне кажется, с Лукой и Дончичем Дуайта Павла играют очень даже хорошо. В принципе, центра найти топового не так уж и сложно. Поэтому Макси Клибер, Финни Смит, конечно, терять мне его не хочется. Но у них есть Тим Хардуэй Джуниор. Его поменять можно будет скоро. Но я не думаю, что Хардуэй Джуниора сюда заспешнут. Потому что его контракт 4 года, 21 миллионов в год. Я думаю, Портленд никогда в своей жизни не захочет брать. Так они берут Мозис Браун, который молодой, в принципе, неплох. Еще 3 года Парзингиса и 2 истекающих контракта. Я думаю, все пики могут отгрузить, в принципе, Портленду. И Лука, посмотрим, что он с Дэймом сможет сотворить. Потому что я думаю, что Лука и Дэйм вместе... Это было бы что-то сочное. Я бы на это сотрел. И у меня бы текли слюни и другие жидкости в моем теле. Это было бы очень интересно. Мне интересно услышать ваше мнение по поводу этих трейдов. Я буду делать такие дневные небольшие выпуски по поводу NBA. И что я думаю по этому поводу. Но Дэйм Лилорд в Dallas Mavericks. Напишите мне в комментариях. И, возможно, сделайте свой трейд в Trade Machine. И напишите мне, какой трейд, вы думаете, будет хорош для Портленда и для Дэйма. На этом, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. А я вижу в следующем выпуске. Увидимся. Пока. Продолжение следует...